Привет, сноубордисты и сноубордистки! Магазин Squat VR Freeride, Таганская, Москва. Записываем новое видео про старые доски. Ну как, относительно старые. Это бренд Talos, California, USA. Ничего не будут технических вопросов касаться, они все уже были, и мы их давно продаем, и вы их уже любите, эти доски, и гоняете на них. Просто чуть-чуть по тем изменениям, которые сейчас пришли. Это в основном изменения дизайнов. Причем, например, какие-то модели, которые вообще никаких изменений не перетерпели, сюда даже не поставил. Это DST, это ваш любимый Backslash. То есть они как в том году были, такие же остались и в этом году. Поменялось что? Поменялось, во-первых, самая, как сказать, самая фристайловая линейка. То есть фристайловая линейка. Это у нас модели Edit, Chilum и Legend. Просто покажу чисто дизайны. Вот желтое было. Вот это стало. Цена. Цена. Ну, разница понятна, что между старой и новой будет приличная. Edit, кстати, хороший дизайн. Прям очень понравился. Он такой красивый. Да, у него еще вот эти боковые стеночки светлые. То есть сочетается хорошо. То есть по сравнению с прошлогодним Edit, там новый дизайн, конечно, прям бомба. Прям выигрывает. Chilum это такой, как сказать, самая жесткая фристайловая доска нашей линейки Telos. Вот тоже оранжевая это было. Вот это стало. Со стороны скользяка все осталось так же. Не знаю, на любителей, наверное, дизайн. Тут какие-то такие кристаллики разноцветные. Вообще, кристалл это логотип бренда. Имеется в виду, что кристалл, в нем сосредоточена информация из страны Telos, из города Telos, где живут лемурийцы. Лемурийцы живут, лемурианы. Вот дальше начинается просто какая-то хрень вообще, которая мне непонятна. Не буду даже вникать, просто чтобы вы понимали. Лемуриан, вот, да, вот доска, которая, это старая доска, у нас уже таких почти не осталось. Лемуриан, лемуриец. Вот новая доска, лемуриан, лемуриец, которая в прошлом году появилась. Она вообще не такая, не похожа. То есть просто изменился и дизайн, и вообще и шейп изменился конкретно. Просто напрочь изменился. Кстати, у Лемуриана тоже дизайн не поменялся по сравнению с этим годом. Поменялся дизайн у Кальдеры. Кальдера, вот, в прошлом году была такая синенькая. В этом добавились другие цвета. Дизайн такой тоже немножко другой. Вот этот дизайн как раз от... На нем изображен тот самый город Телос, который находится где-то там под горой часто. В Калифорнии, где сосредоточены были все какие-то там высшие технологии. То есть это прям картинка вот того самого города. Что-то розового много, да? Но не надо торопиться с выводами. Доска осталась такая же охренительная. То есть, наверное, сейчас одна из самых продаваемых у нас досок. Скорее всего, даже наравне с бэкслэшем. При этом, вот она. Эта доска. То есть этот же шейп. Это тоже старая доска, которая изначально появилась в бренде Телос. Она называлась Шарка Ланч. То есть старая доска с новым названием. Шарка Ланч интересная, кстати, тема. Если вы не слышали, здесь изображена акула, которая жрет орку. Если вы помните, орка это про модель. Но не только про модель. Это вообще доска Лип Технологи, которой все катались, как Трэвис на ней стал кататься. Конечно же, все орка, орка. Как сейчас примерно на Джонсах все катаются. Тогда катались все на этих орках. И вот эта акула жрет орку. Такой как бы тонкий намек. Ну ладно, такой доски уже нет. Такого дизайна уже нет. Кстати, дизайна такого уже нет. Кому нужна эксклюзивная доска, пожалуйста, к нам на таганочку. А вот новая доска. Называется модель Дерос. А вот старая доска. Называется Лемуриен. Вы вот видите сходство? Ну, то есть по факту они очень похожи. И поначалу я даже думал, что это одна и та же доска. Мало того, если вы посмотрите, зайдете на наш сайт и найдете описание, да, там, я имею в виду эти все циферки, по ширине, там, контактной длине и так далее, они, ну, в общем-то, одинаковые. Хотя по факту, по факту доски чуть-чуть разные. Во-первых, сразу бросается... А, мы с сантиметром полазили, померили. То есть доска Дерос, она немножко другая. У нее пошире нос. Чуть-чуть шире, чем у Лемуриена. Поэтому, так скажем, радиус боковой. Здесь мультирадиус. Здесь, не знаю, пять, что ли, радиусов вписаны в этот радиус. Но так как нос тут шире на сантиметр, то, можно сказать, понятно, скорее всего, что радиусы должны были измениться. Скорее всего, по ощущениям, никакой огромной разницы в катании между этими двумя досками никаких не будет. Это хорошая направленная directional фрирайдная доска. Зачем здесь раздвоенный нос, вы спросите. То есть, в принципе, если бы не раздвоенный нос, она бы напоминала какой-нибудь Лемуриен. Но в таком, в более широком варианте. А раздвоенный нос здесь как раз для того, чтобы помочь хвосту утопиться в глубоком снегу, когда вы будете кататься в паудере. При этом, при катании на обычной трассе, ну, так скажем, по жесткому снегу, не всегда же в горах, на курортах есть глубокий снег, этот раздвоенный хвост никак не мешает катанию по жесткому снегу. А в паудере она ведет себя великолепно. На Лемуриене я катался. Я думаю, что Дерос по ощущениям будет примерно такой же. Ну, широченный нос, да, чуть он больше и шире. Тут даже визуально видно, что он больше, чем у старой доски, старого, как скажем, варианта. Вот единственная новая доска. У нее такой техно-дизайн в таком стиле, вот как у Лемуриена тоже. Это, в общем-то, тоже все эти, как сказать, технологии секретные, которые где-то в этом городе Телос находятся. Никто еще его не нашел. А, еще одна доска называется Legend. Это тоже из фристайльной серии. Это доска последнего сезона, то есть она в прошлом году появилась. Ребята, кто катается фристайл, прям ее очень хвалили, потому что Чилум был для многих слишком жесткий, а Эдит был слишком мягкий. Эдит это вообще, как скажем, доска универсальная для начинающих. Она мягенькая, она твинтиповая, то есть прям кучу ростовок имеет. Можно рекомендовать начинающим. То Чилум это уже был такой прям суровый фристайл доска, которая была жестковата. Даже такие опытные райдеры, с кем мы сотрудничаем, они побаивались этой доски. Поэтому, когда появился Legend, Legend тем более зашел. Ну вот вы видите, да, что дизайн здесь тоже какой-то такой появился графический. Здесь совсем был минималистичный дизайн. И из новинок это Legend Massive. Это просто широкий вариант Legend, как сказать, wide серия. Тут всего лишь две ростовки, по-моему, 155-е, 159-е, широкая для тех, у кого большие размеры ноги. Ну, дизайн, кстати, мне больше нравится, конечно, чем вот этот, вот этот совсем простой. Вот дизайн Edit интересный. Мне понравился. Ну, De Rose. De Rose, кстати, одна из моих любимых досок в Телосе. Ну, точнее, был Lemurian, теперь он будет De Rose. То есть у меня вот, лично мои фавориты, это Caldera и De Rose. На этом все. Про Телос, про новиночки Телос рассказали. Встретимся где-нибудь. Катайтесь на сноубордах, приходите к нам за оборудованием. Продолжение следует...